Это именно тот случай, когда фраза «Будь здоров!» точно не поможет. Поэтому от слов, бессомненно, нужно сразу переходить к делу, если хочешь выжить. Нет-нет, ни в коем случае я не пытаюсь нагнетать панику. Всего лишь хочу предупредить, что всем известный вирус добрался и до турецких сериалов, которые взяли и закрыли все и сразу. Надолго ли? И каковы последствия для нас, зрителей? Это узнаем прямо сейчас. Но вот чего никто из нас не ожидал, так это того, что кто-то или что-то сможет остановить целую индустрию. Турецкие сериалы, которые нечем было даже притормозить хоть на денек, вдруг идут на каникулы. Причем все и сразу. Каникулами это можно называть, если все будет как по плану, и они продлятся не более двух недель. Но в Министерстве здравоохранения уже заявили, что это слишком малый срок для того, чтобы остановить вирус, и карантин обязательно должен быть продолжен. Уже даже объявлены прогнозы, что съемки всех сериалов приостановлены на срок 1, 2 или даже 3 месяца. А это очень плохой сигнал для тех сериалов, что уже начали показ. Во-первых, потому, что часть зрителей после столь долгого перерыва уже не вернутся к просмотру, а это приведет к потере рейтингов, а соответственно к досрочному закрытию даже хороших сериалов. Во-вторых, в конце мая обычно заканчивается весенний сериальный сезон, и большинство турецких сериалов придется закрывать досрочно чисто по соображениям закона жанра. Ведь летом нас ждет новый сезон и новые сериалы. Что же происходит в настоящее время? На всех съемочных площадках проводятся все необходимые действия по дезинфекции, и снимаются последние эпизоды по уже начатым сериям. Правда, спешка может впоследствии сказаться на качестве, но вариантов нет. Рисковать здоровьем актеров и всей съемочной группы – дело неблагодарное, а часто на съемках одномоментно присутствует по 100 человек и больше. Так что же остается нам, зрителям? А ничего не остается, только набраться терпения и воспользоваться случаем, чтобы наконец посмотреть какой-нибудь хороший турецкий сериал из прошлого, на который не хватало времени. Предлагаю тебе написать в комментарии, какой именно ты можешь порекомендовать для других. Так поможем друг другу переждать неоднозначные времена. Подписывайся на канал, ставь лайк и здоровья тебе! Да покрепче!